Как ты, как настроение? Да хорошо, я только билеты на футбол купил сегодня, так что... О, отлично. Билеты на футбол? На какой футбол? Ну, Динамо Копенгаген сегодня. Лига Европы? А в какой сектор? Я купил в самой центральной, сейчас я скажу, блок 32. Ветеран Керчнет, Дат Тим, Флипсайд Тактикс, Хелл Рейзерс, Тай Лу, Гамбит и, наконец, Вин Страйк, Владислав Бондик, Ничеборчук. Пока вы ели сухую лапшу быстрого приготовления на переменках, этот человек уже завоевывал кубки в Контер Страйке. Привет, Влад. Привет, привет. Ты меня так представил, ветеран, мне аж как-то стыдно стало, потому что я себя ветераном пока что не считаю. Есть еще люди, с которыми я играл и намного старше меня. Я себя пока ветерана не записывал. Места на груди для медалей еще достаточно, да? Ну, это во-первых, да. Во-вторых, еще во мне живет такой молодой Бондик, поэтому не спешу стать ветераном. Но ты же все равно олдскульный игрок, ты себя считаешь таким? Да, наверное. Олдскульный в какой-то степени. Я считаю, все олдскульные, кто начинал с 1.6, да? А ты с 1.6 начинал, не раньше? Не, нет, с 1.6. Не, ну я имею в виду, я, может, там и поиграл, там в 1.1, 1.2, 1.3, но это, я, честно говоря, этих времен вообще не помню, тогда очень маленький был. Вот. Но я имею в виду, то база и школа у меня еще осталась с 1.6. Любой старожил дисциплины рано или поздно начинает травить байки о том, как было раньше. Про душные клубы, про ламповые мониторы, про сон на стульях и банку кока-колы в качестве приза. Это, знаешь, как, похоже на то, как наши бабушки и дедушки рассказывают, как добирались до школы по 15 километров каждый день. Такие байки есть у тебя? Слушай, ну, ты мне сказал, я вот единственное, что вспоминаю, это вот запах в клубах этих, знаешь, старых. Все, что могу вспомнить. Первое. Не, на самом деле много историй было. И я помню, как они на поезде ездили в другие города, там в Днепр часто ездили играть на турниры. И помню, и как питались всякими булочками и так далее, потому что денег не было. Разная история была. И это же плацкарт обязательно был. Но зато весело было с другой стороны. Это все закаляет тебя, там, твой характер. Ты растешь как личность. Поэтому ничего плохого нету. И слава богу, что пережил этот момент. Сейчас уже все по-другому. Сейчас люди летают на самолетах, иногда там в бизнес-классах кому-то покупают, да. Там, распитаются в ресторанах и так далее. Но слава богу, что киберспорт вышел на такой уровень. И значит, все, что мы раньше делали, это не зря. Ну да, соседа по тамбору, которому 45 лет, и который достал курочку, вот эти яички. И когда он задает вопрос, а куда вы едете на киберспортивный турнир, больше сшокировать таких людей уже не получается, да? Я думаю, да. Но сейчас разные тоже, в самолете разные тоже персонажи попадают. Поэтому. Но сейчас люди хотя бы знают, что такое киберспорт, а раньше там какая-нибудь бабушка. А вы куда, ребята, едете? А мы едем играть в Counter-Strike. И она... Ну, ты знаешь, не все. Не все знают. Но самое смешное, это мне больше всего нравится, когда я прохожу границу где-то. То есть часто на самом деле тебя знают, знают, что такое киберспорт и так далее. Потому что я помню, вот мы раньше часто летали в Москву, да, на турниры. И мы прилетаем в Москву, я помню. И у нас был достаточно молодой пограниц. И у нас-то Иса шел первый к нему. И он что-то там на английском слабо говорил. Не Иса, а пограниц. Вот. Я ему к нему подхожу, говорю, вот, слушай, ну типа там, мы команда. Он говорит, Бондик, да я тебя знаю. Все, типа, а это кто? Говорит, так это с моей команды, там, мы еще туда сразу Воксика. В общем, это, он там, знаешь, встается со своей кабинки, говорит другому. Другой встает, там, останавливает свою работу. И начинают говориться три киберспортсмена и приехали на турниры. Такой турнир был. Эпицентр, по-моему, был. Вот. А потом, после этого, там, сколько турнир шел, там, ну дня 4-5, да. Мы улетаем, я подхожу к погранцу, а там уже сидит бабушка. Она говорит, а что делали в Российской Федерации? Я говорю, ну там в компьютерные игры играли. Она говорит, компьютерные игры, знаешь, в стиле, что это? Вот. Поэтому, на самом деле, очень разное поколение, да, это правда. И молодежь, она, я считаю, что уже понимаешь, что такое киберспорт. И, что самое важное, серьезно к нему относятся. Было бы смешно, если бы она сказала, а не соврал мой сменщик. Да, действительно, прилетали. Слушай, ну вот, это же получается, ты почувствовал себя прям буквально спортзвездой. То есть, точно так же, как любые прилетают футболисты, точно так же тебя встретили. Это же замечательное чувство, разве нет? Ну, я не могу сказать, что я почувствовал себя там звездой. Я никогда к этому не стремился, там, стать какой-то звездой, нереально узнаваемой личностью. А вам вообще понравилось, когда вот вы переходили с Source на Go? Было просто, непросто и так далее? Суть какая? Суть в том, что как раз-то 1.6 сложнее было переходить, с 1.6 было сложнее переходить, так как игра-то была больше на Source похожа. Это очень, Source-овский движок был какой-то, я не знаю. Гранаты эти все, механика и так далее. Очень много не нравилось. То есть, с 1.6 что у тебя осталось? С 1.6. Дабл дака нету, по факту, да? Гранаты все не такие, как ты кидал. Ты раньше такую банку кидал здоровую, да? Трехлитровую. Она медленная сила, да. Да. А тут у тебя какая-то маленькая гранатка, непонятный отскок. Эти смоки через всю игру, точнее всю карту. Ужасно, не знаю. Вот поэтому многое не нравилось. Стрельба другая, как бы фармган. Что? В фармгана можно играть, серьезно? С Глока можно убить кого-то, я не знаю. Там много всяких приколов было. Мне всегда было очень интересно, как человеку, который не особо много играл в Counter-Strike. Вот вы говорите об 1.6. Потом вы сразу переходите на CSGO. Ведь был же такой переходный формат, Counter-Strike Source, и никто о нем не говорит. И я так понимаю, он не понравился, не зашел. Почему, как ты считаешь, Влад, почему про Source вообще никто не говорит? Ну, давай так. Так, в Украине он был вообще, как бы, непопулярной игрой. Но все играли в 1.6 со временем, и достаточно было и турниров, и всего. Поэтому, как бы, я бы не сказал, что Source это такой переходной вариант был. Потому что ты либо играешь либо в 1.6, либо в Source, и потом сразу выходит в CSGO, и ты перепрыгиваешь либо в Source, либо с 1.6 в CSGO. Вот в CSGO это должно было быть, в моем понимании, что-то между Source и 1.6, чтобы соединить там два комьюнити, да, и выиграть там за счет вот количества юзеров, да? А соединить это что значит? В CSGO были возвращены какие-то механики из 1.6? Они же просто, мне кажется, они пытались угодить и тем, и тем, чтобы все были заинтересованы в том, чтобы перейти в новую игру и объединить два комьюнити, чтобы сделать его больше, шире, там, побороться с Dota, да, там, за, я не знаю, за популярность. Вот, я думаю, у них это в какой-то степени получилось. Просто, если, скажем, смотри, в Dota когда ажиотаж появился, когда вкинули нереальные деньги, да, сделали там International, и всем интересно смотреть даже не так Dota, как вот кто выиграет эти деньги. Знаешь, у нас же народ любит считать чужие деньги почему-то, вот. Хотя я считаю это неправильно. И все смотрят. Я думаю, что если бы в CS сейчас анонсировали бы там турнир на, не знаю, на 40 миллионов долларов, то я уверен бы, что он бы, скорее всего, мог побить легко рекорд Dota. Потому что эта игра намного проще обычному зрителю понять, что происходит, чем понять Dota, знаешь. Например, я там, например, мне, допустим, 40 лет, да, у меня там сын что-то смотрит, он смотрит какую-то Dota. Мне сложно разобраться в Dota, там, какие-то герои бегают, у каждого там своя магия, тайминги какие-то там убили, он там должен возродиться, еще что-то. А тут как бы все проще, да, тут там 5 на 5, ага, ну, стреляет, ну, убил, не убил, ну, убил, ага, хорошо. Следующий раунд, ну, как бы несложно понять игру, она как бы немножко проще ее понять обычному зрителю. Вот так понятно, что он не будет понимать миллионы каких-то микроситуаций, да, там, почему игрок так, сыграл не так, он даже об этом не будет задумываться, он будет просто смотреть, как кто-то кого-то убивает, все. У тебя какое-то взаимодействие с фанатами все равно есть, да? Да, да, конечно. Было много видео, где ты с ребятами там один на один играешь, где ты как-то поддерживаешь молодежь. Вот вообще же киберспорт, он сейчас развивается очень сильно, не только в СНГ и в мире. Как ты относишься к женскому киберспорту, и как, по-твоему, способен ли он развиваться в нужном направлении, и могут ли девочки конкурировать с мужчинами? Ну, у меня позиция такая, я честно хочу сказать, но нет, не было такого, что мне это не понравилось, я это не понял, честно скажу. Потому что, мне кажется, был такой достаточно приятный турнир, и могла бы быть какая-то еще одна команда плотненькая, которая могла бы там побороться за трофеи, да? Все понимали, что DreamHack это делало в качестве шоу, да? Это был эксперимент. Первый раз, по-моему, такое было, да, именно? Да. Ну, скажем, на таком среднем турнире. Я имею в виду DreamHack, понятно, что это крутой турнир, но это был не мастерс, поэтому просто обычный DreamHack, да, там на 100 тысяч. Вот. Поэтому, как бы, я ничего страшного не вижу, и я понимаю, DreamHack, почему они это сделали. Они хотели это потестировать, я думаю, у них получилось. Понятно, что кому-то это понравится, кому-то нет. Я уверен, что многим зрителям было, допустим, интересно посмотреть, как девушки будут играть против мальчиков в компьютерную игру, да? Вот. Но с моей стороны, мне как профессионалу, мне было бы неинтересно смотреть эту игру, да? Но в то же время сидит условно какой-то, ну, допустим, школьник, да, где-то там далеко. Ему это интересно. Всегда, вот, посмотри, посмотри на стримеров, да? Девушка очень популярная в стриминге, потому что поколение очень молодое, и им нравится смотреть за девочкой. Так, ну, то есть шоу получилось? Я не знаю, там надо смотреть по цифрам DreamHack, я, к сожалению, ими не располагаю, но было бы интересно взглянуть статистику именно матчей девушек. Возможно, она даже была больше, чем у мужчин. Насчет конкуренции и так далее. Я всегда пытаюсь все мерять на какой-то другой спор, да? И часто там я сравниваю с футболом. Могут ли женские команды конкурировать с мужскими? Но там нужно, понятно, что там нужно физически быть сильнее, да? Поэтому не всегда у девушек получается быть физически сильнее, чем у мужчин. Вот. Тут физически, как бы, ты можешь быть не сильнее, да? Ты можешь быть, грубо говоря, трещом, да? И хорошо играть. Вот. Поэтому теории, это возможно, что они будут конкурировать. Но, опять-таки, сколько, скажем, у мужского КСа там опыта за плечами? Сколько школ, сколько, ну, вообще всего, понимаешь? У девушек этого никогда не было. И догнать им мужской КС будет очень сложно. Я думаю, практически нереально. А если посадить какого-нибудь опытного человека, который их научит, допустим, возьмет команду, там, 17, 16, 18 лет, их быстренько посадить на буткемп. Например, условный. Ты, Влад, сядешь, как тренер женской команды, и понесешься с ними тренироваться, можно какой-то шанс у них есть таким образом засверкать или нет? То есть будет Винстрайк Джуниор Фемейл, да? Да, супер. Мне кажется, это и модно, и молодежно, и популярно будет. Надо сказать Ярославу, я думаю, он подумает об этой идее. Он X5 будет. Я не знаю, как моя девушка отреагирует на это, честно говоря. Ну, есть же тренеры, вот, допустим, которые тренируют сборные женские. Смотри, согласен. Я думаю, что вообще в теории это возможно. Я же не говорю, что это невозможно. Я считаю, что это возможно. Мы пока не понимаем, с какими мы можем столкнуться проблемами, я имею в виду, к примеру, им сложно в стрессовых ситуациях. А в КСМ много бывает стрессовых ситуаций, и как-то мужчины более хладнокровны в этом смысле. Вот, поэтому надо еще найти такую пятерку девушек, которые, знаешь, будут очень хладнокровны, спокойны, и я думаю, что можно было бы что-то лепить. Ну, пока что я об этом не думал. У меня сейчас команда, мы тренируемся, у нас есть задачи. Хотим вернуться там на уровень тир полтора для начала, а потом уже попадать там. Ну, я имею в виду, в восхватку хочется зайти пока. Вижу цель, не вижу препятствий. Понимаю чужой слоган. И я, честно говоря, об этом пока не задумываюсь. Ну, слушай, чужой слоган. До этого это был еще чей-то слоган. Ну, да, но он для всех работает. Чужой, чужой, чужой слоган. Он работает для любой команды в КСМ, на самом деле. До этого это была шутка из одноклассников. Да? Понятно. В одноклассниках я просто честно не сижу. Может, Андрей сидит? Так, вот опять шутки про мой возраст. Не надо, ребят. Ну, можно честно просто сказать, у кого есть, кто зарегистрирован в одноклассниках, да и все. Ну, честно, я там есть. Ну, и вот. Что и требовалось доказать, собственно. Ну, простите меня. Вот ты говоришь, вы хотите выйти на новый уровень, да? Сейчас вы полностью обновили состав своей команды. Ну, практически, да. Да, к вам пришел Хоббит, к вам пришел Кризен. И там просто вы начали вот на нашем турнире в Forge of Masters выдавать жесткие результаты. Да, не против самой опытной команды. Это были Na'Vi Junior. Все равно это очень впечатляет. Абай там выдал просто жесткий перформанс. Он там чуть ли не под тридцатку на каждой игре настрелял. Как ты вообще ощущаешь силу вашей команды сейчас? Ну, конечно, есть перспектива. Мы в B-Play играли практически без тренировок, потому что мы только собрались. Там за два дня у нас было всего две тренировки. Мы играли с Казахстана еще с Пингом большим. Потому что нам нужно было играть в Веск параллельно. И мы понимали, он был в приоритете. Потому что у Веска сейчас, видишь, Веск давит деньгами жестко. И все поменяли правила. И все пытаются сейчас в Веск играть. И это становится приоритетным турниром для многих команд. А потенциал, да, потенциал я вижу. Я очень доволен составом. Я думаю, что все получится. Вот соберемся на буткэмп. Начнем, думаю, очень жестко работать. И опять-таки задачи стоят самые высокие. Я думаю, нам это по силам. Ну вот ты затронул тему своего въезда в CSGO. И говорил про вот фармганы играть, да, гранаты летают. Как сейчас вот политика Valve идет? Абсолютно интересные патчи. Сначала там жесткий буст-ауг. А теперь SG-шка, которая 2.750 стоит. И вон так это через всю карту. Карты какие-то, вертиги, переделки. Что тебе не нравится на данный момент? И может быть наоборот нравится продвижение политики? В развитии игры. Нет, ну я так скажу, что Valve на самом деле в какой-то степени молодцы. Потому что они работают над игрой. Они на нее не забивают. То есть у нас постоянно какие-то фиксы, апдейты и так далее. Плюс они слушают игроков. У многих игроков есть прямая связь с людьми с Valve. Например, у меня есть имейл одного молодого человека из Valve, который, получается, я так понимаю, он уехал с Украины, с Одессы. Он уехал жить в Америку и работает на Valve. Он там один из главных разработчиков КС. Поэтому СНГ внесло в свою лепту даже в разработку Counter-Strike. Можно гордиться этим. Я могу у Valve только поаплодировать в плане того, что они работают. А то, что они иногда делают что-то медленное, это факт. Бывают какие-то баги, очень долго фиксятся. Например, опять-таки, насчет AUG. Пофиксили они AUG, SG не пофиксили. Странно. Но тогда SG никто не юзал. Сейчас начали юзать. Значит, надо фиксить. Уже достаточно долго юзают SG, его не фиксят. Я бы его пофиксил бы. А по Vertigo я знаю, что многие плевались от того, когда ее сначала ввели. Сейчас уже нормально? Освоились на ней? А сейчас люди плются с каждым апдейтом. Ты знаешь, Vertigo. Потому что его фиксят. Как-то ничего не прижилось. Знаешь, комьюнити еще, к сожалению. То есть они пытаются навязать карату, которую, к сожалению, комьюнити пока не сильно воспринимает. Да, да бог с ней. А кэш новый, я так понимаю, они друг друга должны заменить. Либо Vertigo, либо кэш. Я бы предпочел Cobblestone, честно говоря. Скочился за Cobblestone, за своим апдауном, за верхнизом. За другую сторону. Самой сложной позиции, да. Но мне она очень нравилась. Можно было все время стреляться. Стоять на стрельбу. Мне нравилось там играть. Было отдавать и так далее. Особенно в атаке мне нравилось там играть. Когда ты занимаешь, живешь там. У тебя дуэль всегда есть. Твои там идут, грубо говоря, в другую точку. Да, ты сам можешь выкат. Точно. Приятно было играть. Вот. Поэтому это была моя любимая карта, наверное. Странно, да? Я с 1.6, а Cobblestone была одна из, ладно, любимых карт. Ну, там ведь она тоже была просто не серьезная. Она давным-давно была Cobblestone, но я ее не застал. Я застал какой-то период. Карта была The Forge называлась. Вот. Она была очень похожа на Cobblestone, но это был не Cobblestone. Да, да, да. Всех киберспортсменов периодически отправляют на гипотетический завод. Мол, хорош, иди работать на завод. Мы знаем, что в перерыве между игрой в 1.6 и CSGO ты работал на какой-то традиционной работе. Расскажи нам, что это была за работа, какие основные плюсы ты оттуда подчеркнул. Давай начнем сначала. Да, закончился 1.6. Мы выиграли, скорее всего, это последний крупный турнир вообще в мире был. Это Asus был в Киеве. CSGO мне очень не понравилось, плюс у меня компьютер был слабый. Мне реально очень не нравился CSGO. Я в него не верил и, ну, решил как бы завязать с игрой. Не играл года полтора, да. И у меня была в это время учеба в университете. И плюс я понял, что есть шанс пойти и где-то подработать и так далее. Собственно, у моей подружки, у нее мама была директором или, как это сказать, владельцем, скорее всего. Ну, и по совместительству директором. Короче, главное, она была на одной фирме. Это была аудиторская контора. Заключалось в том, что, грубо говоря, они заказывали какой-то, точнее, у них заказывали, чтобы они провели какой-то опрос, к примеру, в Украине. Я помню, например, мы делали проект, у нас был... Значит, тебе приходят просто данные по опросу по Украине насчет... Сейчас вспомню, что там было. Одну секунду. Виды контрацепции для женщин, да? Там список, десят штук. И по всем областям и так далее. Кто-то провел уже опрос, и ты уже начинаешь работать с данными. То есть тебе говорят, как их крутить и так далее. То есть у меня работа была за компьютером в офисе. В офисе я был помощником аналитика. Слушай, ну чем не тренер женской команды? Ну просто... Ну да, действительно. Сам Бог велел. Про контрацепцию рассказывает, да. Молодежь, да. И нами крутить там все как надо. Возможно. Так вот, собственно, этот проект заказывал ООН, представляете? И там где-то в отчете, даже внизу, есть мое имя, что числится, что я работал над этим проектом. Вот так вот. То есть ты амбассадор ООН в каком-то смысле, да? Да, практически. Вопросы в контрацепции. Практически. Это очень важно, на самом деле. Все знают, что Бонтик — это ник в честь Бонда. А кто твой любимый Бонд? Это, на самом деле, сложный вопрос, потому что мне нравился Броснан, но я слышал, что он многим не нравится. Но мне все равно нравился Пирс Броснан, поэтому... Он лучший. Мне кажется, Броснан, Шон Коннери, потом Крейг только. Ассоциация с Бондом — это Пирс Броснан, это и есть Бонд. Других Бондов нету просто. Ну просто, понимаешь, у Броснана такой Бонд, он там на лодке перелетает Темзу, ему вообще все в порядке. А у Крейга более реалистичный. Ну мне больше нравится Броснан как актер. Он так вписывается в канон, если говорить про именно Бонда. Хотя сейчас вот от канона отходят. Он больше лоска. Лоска на волосах. Но опять-таки, мне кажется, это же не проблема Броснана, что он перелетает Темзу на лодке. Это проблема сценариста, режиссера, да? Ну или Темзу, согласен. Мы видели, ты любишь сфотографироваться с футболистами и брать у них футболки. А ты где-то хранишь их у себя там в рамках, на стене, допустим, в квартире, там в комнате или нет? Ну не то, что я люблю, просто я там общаюсь с некоторыми футболистами из Динамо Киев, и они там следят за мной, я за ними слежу. И мы там пару раз встречались, менялись футболками. Точнее, обеим сторонам было приятно там поменяться футболками, да? И то есть футболисты, современные спортсмены интересуются киберспортом? Да, конечно. Да, да, да. Они очень много игр смотрят, это правда. И ДОТА. ДОТАКС в основном, не знаю насчет ФИФы. Слушай, а ты вообще часто ходишь на футбол? Ну, если у меня есть шанс, то я иду. Вот сегодня я попросил специально закончить раньше, чтобы пойти на футбол. У нас тренировка должна была быть до 11, но я попросил раньше начать, точнее раньше закончить, чтобы успеть на футбол пойти. А вообще, вот как киберспортсмену тяжело выкрыть себе минутку, сходить на любимый футбольный матч к команде, посетить паб, посмотреть Лигу Чемпионов и так далее? Да, к сожалению, да, потому что, смотри, получается Лига Чемпионов, она в 10 начинается в основном, да? А ты там до 11 играешь, то есть на второй тайм ты еще успеваешь как-то посмотреть. Досмотреть футбол можно, а посмотреть сложно. Кстати, кто круче, по твоему мнению, Роналду или Месси? Ну, они оба крутые по-своему, но все-таки мне ближе Месси. Мне ближе Месси. Мне многие сейчас скажут, что вот, у него только талант и все, но я думаю все равно, что... Но талант же без упорного труда не откроется. Все верно, я это хотел сказать. А другие скажут, что вот, Роналду сделал сам себя и так далее. Давайте посмотрим на, не знаю, на данные просто. Месси и Роналду изначально, да? Данные. Просто я имею в виду там рост, скорость и так далее. Ну что, Месси себя не сделал. Понятно, что он тоже работал над собой и так далее. Возможно, не так упорно, как Роналду. Но у него изначально не было таких данных. И мы не можем оценить талант Роналду, какой у него тоже был изначально. Мы не знаем. То, что он много работал, факт. Но, опять-таки, я считаю, то, что делал Месси на поле, особенно мне нравилось это во время Гвардиолы. То, что делала команда, это была вообще нереальная игра. И я очень благодарен, что я живу, наверное, в это время и вижу такие игры. Слушай, а вот в CS GO, по твоему мнению, кто будет Месси и Роналду? Например, Симпл и Колзера? Или, не знаю, может быть, Кеннис или Нико? Кто из них будет? Кто? Ну, в CS сложно сказать, потому что CS растет. Все время появляются новые таланты, какие-то нереальные. За год вылез Зайву, который сейчас, наверное, один из лучших. Но в топ-3 точно, мне так кажется. Поэтому сложно сказать, кто будет. А из старичков кто? Из старичков? Ну, я объясню. Смотри, была такая информация. Вот, в пример, часто приводили Фореста. Есть информация, что он не очень любит тренироваться. Но вот у человека действительно есть какой-то жесткий талант к игре. В то же время GetRight проводил за тренировками по 10 часов в день. Я слышал эту историю. Я отвечу на нее так. Вот сколько? Форест, наверное, в Counter-Strike играет лет 17, да? Я думаю, что ту сумму праков, которую он сыграл, он уже натренировал очень много. Потому что надо себя поддерживать, как-то расти в чем-то и так далее. Но то, что я вижу, конечно, Форест, это отец. Это отец. Нереальный талант. А Simple? Simple топ-1? Кто топ-1, по-твоему? Вот скажи, пожалуйста. Так. Скромный вопрос. Ну, сложно сказать, знаешь. Объясню почему. Потому что, например, как задают золотой мяч в футболе, да? Если ты там нереально крутой игрок, но твоя команда ничего не выиграла, ты, скорее всего, не получишь золотой мяч, да? Получит. Возможно, игрок индивидуально слабее. Но зато у него команда все выиграла. Наверное, индивидуально, мне кажется, все-таки Саша, наверное, один из самых сильных. Но давай скажем топ-2, скажу, топ-3. Вообще, мне не нравится то, что всегда, грубо говоря, можно сказать топ-3, да? Там Simple, ZEVU и, допустим, Device, к примеру, да? Это будут все три АВП. То есть мы смотрим люди, которые играют в АВП. Понятно, что у них там всегда лучшая статистика и так далее. На них команда играет, да? Там, ну, грубо говоря, что я имею в виду, команда играет на них. Бывает очень много микроситуаций. Бывает, когда кто-то дропает АВК, а сам остается с пистолетом, да? То есть АВК очень важная фигура, и на ней очень часто играют. Поэтому статистика АВП очень крутая. А я бы лучше бы говорил топ-3 игроков не из АВП. Мне кажется, это интереснее тема. А вот кто-то при без АВП – это очень такой, знаешь, сложный вопрос, мне кажется. Но, с другой стороны, золотой мяч, проводя ту же параллель с футболом, разве не дают чаще всего нападающим? Согласен. Нет, ну, чаще всего да, но я помню, были случаи, когда там Канавара получал золотой мяч. И в этом году Ван Дейк получит, конечно же. Ты уверен? Ну, он же взял футболиста по версии Ефа, кажется, да, он взял? Вот недавно было, в августе или в сентябре. Да, по-моему, что-то я помню, с ним новость была какая-то. Ну, это нормальная практика, потому что в Доте MVP тоже дают зачастую керри. Поэтому, ну, так положено, так устроено. Ну, кстати, сложный вопрос, потому что вот в Доте как бы и мидер может игру выиграть легко, и четверка очень часто на четвертой оппозиции может дать свой какой-то нереальный профит. Я помню, вот, по-моему, прошлый Интернешнл, там у Liquid был какой-то нереальный, эта четверка, я не помню, GH, по-моему, да, или как? Да, 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 все правильно. Вот он как-то нереально играл, я помню. Вот, поэтому там ты можешь... Ничего себе. Ты можешь оценить, как бы, профит игрока. А тут сложно, на самом деле. Опять-таки, мы же много чего не видим, знаешь. Может, этому авику, к примеру, кто-то колет все, и он все делает, у него все получается. Мы очень много чего не видим, очень много всего остается с закрытой дверью, и мы никогда не знаем, кто на самом деле там МВП, понимаешь? Потому что там одним колом можно ставить МВП, да, там играешь, грубо говоря, в финал, занимаешь что-то там, сейчас Б будет, да, к примеру. И говоришь, что команда, команда сделала стак и от Б, и всех убиваешь, и выигрываешь игру за счет этого, потому что там поломал экономику, к примеру. Или там выиграет, там, знаешь, пару клатчей, хотя там... Ты играл среднее, но выиграл там самые важные клатчи, и, ну, ты тоже МВП. Поэтому, не знаю, сложно сказать. Ну, опять-таки, топ-3 я, наверное, назову все-таки, это Симпл, Зайву и, ну, Девайс, наверное, да. Скажи нам, что нужно делать, чтобы выигрывать, что нужно делать, чтобы ставить хедшоты? Опять-таки, это все упирается всегда, знаешь, часто спрашивают меня, как стать киберспортсменом, да, там, допустим, пишут в Инстаграме. Мне, кстати, мне очень много в Инстаграме пишут, я всегда, ну, пытаюсь всем ответить. То есть у меня личико там очень жестко забита. Я помню, когда-то, когда-то раньше у меня была также забита ВК, но после того, как его заблокировали в Украине, я перешел на Инстаграм. Вот, и это вопрос из резряда, знаешь, как стать киберспортсменом. Я всегда думаю, знаешь, человек пишет, как стать киберспортсменом. Я думаю, елки-палки. Прикинь, это то же самое, что вот футболиста спросить, как стать футболистом, да? Надо очень много трудиться, работать над собой каждый день, нужно желание, опять-таки, и все у тебя получится. Просто надо каждый день ставить цели, расти, идти к ним и так далее. Вот так вот, друзья, тренируйтесь, оттачивайте свои навыки, проверяйте личку, читайте виплей, болейте за винстрайк. И за Динамо Киев, ты хотел сказать еще. Обязательно, сегодня же футбол идем на футбол. Это да. События последней недели крепко держат нас за воротничок и не отпускают вот просто так закончить подкаст. Например, оказывается, авто-чессы, они же авто-баттлеры, совсем еще не умерли, хотя хайп уже давно слетел, турниры закончились, обновление вроде как вышло вчера, причем весь твиттер сразу порвало, потому что все поменяли, новый интерфейс, новые герои, новые способности, механики. Прям, честно сказать, я даже не ожидал, что... Я просто напрочь, у меня вылетело из головы о том, что вообще существует авто-чесс, и оно так опять волной меня ударило, потому что вся лента была в негативе об обновлении. Однако, я думаю, ну, чуваки, Valve сделала, во-первых, интересную механику с тюрьмой, они там прям называют ее каталажкой, когда, ну, вот, в бан кидают на сутки определенных героев, то есть для всех. Это меняет пул и мету, и это здорово, это прикольная идея. И поменяли интерфейс, это вообще нормально менять интерфейс в играх, я имею в виду, что когда... Это прогресс, учитывая то, что Dota Underlords появилась не так давно, то, что ее меняют сейчас, я не понимаю, почему людей бомбит, привыкните, скорее всего, там уже все проработано инженерами юзер-интерфейса, да, поэтому все будет в порядке, просто привыкните, это дело привычки, привыкнуть, это дело привычки, это журналист квалифицированный говорит такие фразы. Еще завезли Жуков, там, получается, Никса добавили, Вивера, Бруду, ой, точнее, Ткача, убийцу императрицы Никс и Матери... Я не помню, как она называется, короче, перевод в этой игре ужасный, на самом деле, мне кажется, что лучше... А мне заходит, меня очень веселит. Ну, слушай, это не вызывает удовольствия, как от Варкрафта, знаешь, когда варкрафтовские герои были переведены, это было, ну, смешно, а в Underlords как-то... Насколько будут отличаться итоговые варианты вот этих вот изначально одинаковых версий? Ведь с новым обновлением Underlords уже сильно отличаются от Dota Auto Chess. Слушай, я думаю, это скорее борьба за аудиторией, потому что вот как раз Auto Chess, она больше популярна в Китае. Точнее как, у нас почти не играют, я бороздил просторы интернета по поводу Auto Chess, чтобы узнать вообще, что там происходит. Ни англоязычный сегмент, ни русскоязычный, тем более русскоязычный сегмент вообще не играет в Auto Chess, который не внутри-дотовский, а который вот отдельно выходил, Дродо и Драгонест их создавал. То есть это считай как, что там, Arena of Valor, или как там эта игра называется, типа а-ля Dota в Китае. Она просто, она там существует в своем Китае, на нее выходят обновления, там 100 человек на Reddit про нее пишут на английском языке, и все, весь мир разделен на три части по теории автобатлеров, да. Я хотел тебя об этом спросить. Китайцы, которые играют в Auto Chess, есть... Китайцы, гейтен, боссовок. Да, 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 да. А в Америке играют в TFT, потому что там любят Teamfight Tactics, это по Лиге Легенд, вот и все. Вот и все. Ну, то есть Auto Chess, они живы, они не прогадали с тем, что они отказали Valve, и все у них в порядке, да? Не, ну это ж мобилка, мобилки не умрут, пока их поддерживают, и пока по ним там раз в какое-то время, там раз в квартал, например, выходит хайповая новость, какие-то невероятные изменения, что-то прикольное. Ну, мобилки до сих пор люди играют, да. Мобилки еще спляшут на костях традиционного гейминга, помяните мое слово. Если бы из автобатлеров составляли список Forbes, кто был бы на первом месте, кто на втором, кто на третьем? Я думаю, был бы Гейб на первом месте. То есть все-таки Underlords? Нет, Гейб, а потом TFT, потом Underlords, потом Auto Chess. Гейб Автовин. Понимаешь, да, во-первых, Гейб Автовин, во-вторых, Алишер Усманов же попал каким-то образом в киберспортивный топ Forbes, поэтому... Перейдем к списку самых влиятельных лиц киберспорта, которые составило русскоязычное издание Forbes. А я так понимаю, они все-таки подозревали влиятельных лиц киберспорта в СНГ. И сразу же этот список из 15 человек вызвал очень большое... Я бы не сказал даже возмущение, недопонимание у людей, которые заглянули в него. Так в этот список, значит, его возглавил Роман Рамзиас Кушнарюк, бывший игрок Virtus.pro. На данный момент он играет за Evil Geniuses. И сразу большие вопросы. То есть влияние Рамзика, конечно, определенно есть. Но готов ли он победить самого Алишера Усманова, который в этом списке находится только на пятом месте? К этой позиции тоже есть вопросы, потому что Алишер уже давно не имеет прямого отношения к киберспорту. Да, он и раньше не имел. Я помню его интервью о том, что он говорил, «Ребята, я не интересуюсь киберспортом эти компьютеры, это фу на них, у меня есть просто инвесторы, и они мне говорят, что вот это вот эффективно, вот это вот прибыльно, это интересно, и сюда нужно вкладывать, я им доверяю, я вкладываю. Сам я не в курсе». Вот, и мне интересно, ну то есть они-то, конечно, на сайте себе написали, по какому принципу расставляли людей, но все равно попадание некоторых людей в этот список вызывает вопрос. У меня такое ощущение, я могу оказаться предвзят, но мне кажется, некоторым хотелось сюда попасть, некоторых сюда в этот список запихнули, исключительно из-за такого уважения, из попытки угодить человеку, потому что... Что для вас влиятельный человек в киберспорте? Самая главная претензия была о том, что смешали игроков и функционеров, и это правильная претензия, потому что среди игроков Рамзес, наверное, действительно на первом месте. Вижу в нем огромный потенциал, он очень молодой, при этом он не просто отличный исполнитель на своей роли, он еще и тактик, он еще и капитан, он переходит постепенно к пятерке капитанской позиции, он теперь играет на оффлейне, то есть это настолько крутой актив, ну, видимо, были там такие причины, которые мы не знаем, но я до сих пор жалею, что Рамзес уехал из региона. То есть вот эта претензия о том, что нужно было функционеров и, наверное, инвесторов и игроков вот такие три списка сделать, тогда да, но согласитесь, три списка, по непонятной для читателя дисциплине, то есть, во-первых, нужно понять, что такое, какой киберспорт, я читаю сейчас про котировки акций, а тут непонятные, неизвестные мне люди, а во-вторых, еще не один список, а три. Но это было бы действительно сложно, это было бы действительно тяжело, поэтому, ну, просто не было выхода. Я к чему веду? К тому, что и Рамзес, и Симпл, и Соло, и кто угодно из игроков, они всего лишь пока что наемные работники, и о каком-то влиянии говорить рано. Этот список нужно составлять совсем из других людей. Здесь, наверное, все-таки не должно быть Алишер Раусманова, потому что, мне кажется, он очень косвенно относится к киберспорту, а инвестиции, даже если они огромные, не делают, не приближают себя к этим дисциплинам. Мне кажется, что просто Forbes, смотрите, какой стерильный список на самом деле. Первое, там, я даже смотрю, шесть мест, да, это дотер, каэсер, комментатор, владелец, инвестор, владелец. То есть, повторяются только владельцы, две команды. Очень хорошее замечание, очень дельное, кстати. На самом деле, без шуток, правильно, то есть, выбрали по категории, и каждой категории отдали место вверху. Это очень правильно. Как будто просто посадили чувака, который не разбирается. Он провел хорошую журналистскую работу. Он вычислил, кто как влияет на свою сферу. И чтобы никого не обидеть, запихнул всех сразу. И я думаю, даже, что тут порядок не так важен, как... Попадание просто в этот топ. Тут даже... Нет, все бомбят, потому что... Ребята, это же как раз таки... Они не видят это как сборную солянку всех вместе. Я вот почему-то вижу это как сборную солянку. Здесь добавили всех. Ну, я уже сказал об этом. То есть, ты хочешь сказать... Я понимаю. Ты знаешь, я очень согласен с тобой. И я, наконец-то, для меня... Спасибо тебе. Ты мне открыл глазах, и в чем смысл этого списка. Давайте вместе, друзья, будем думать о том, что этот список... Это не топ, когда вышли люди, как ты сказал, выстроились на пьедестал. Это сборная страны по киберспорту. То есть, из каждой команды взяли по лучшему игроку и сделали из них своеобразную сборную самых влиятельных, самых лучших представителей. И не нужно обижаться и смотреть на место. Мне нравится идея со сборной. И мне нравится такой подход. И я предлагаю к этому списку Forbes, к непрофильному изданию, подойти с пониманием, принять их в список, понять смысл составления этого списка как сборной, а не как табели о рангах. Табели о рангах. Табели о рангах.